90-летний юбилей отмечает ветеран Дворца творчества детей и молодежи, пионер-вожатая, самым большим стажем работы Елизавета Жукова. Для нашего города она человек-легенда. Но из-за угрозы распространения коронавируса лично поздравить ветерана сегодня могут немногие. Воспоминаниям о ее жизни посвящен наш следующий репортаж. Дружба с пионерией у Елизаветы Жуковой началась в 1947 году. Она начала работать пионер-вожатой. Учила ребят помогать старшим, заботиться о младших и относиться друг к другу по-товарищески. Воспитанники Елизаветы Жуковой даже по прошествии многих лет называют ее матерью. Смуглая и маленького роста, красный галстук, искорки в глазах. Пионер-вожатой быть непросто, но ребята обожают вас. Вот в этих словах детских, сказанных детьми, очень многое, потому что Елизавета Дмитриевна была всегда рядом с детьми. Она учила их, воспитывала своим собственным примером. Всегда их понимала и старалась поддержать. Если вспомнить историю пионерской организации, то в Калинии, вслед за Москвой, первые пионерские отряды начали создаваться в 1922 году. Тогда пионерская клятва и красный галстук стали неотъемлемой частью жизни нескольких поколений. И вот здесь на фотографиях вы можете увидеть членов первого пионерского отряда и их вожатых. Росли ряды пионерской организации. И вот здесь вы можете увидеть, что в 1922 году по всему Советскому Союзу было всего лишь 4000 пионеров. Эти символы пионерии бережно хранятся в Тверском музее Дворца детей и молодежи. Некогда Дворца пионеров. Сейчас архив музея насчитывает около 8000 экспонатов. Их большую часть сохранила и передала музею педагог, пионер-вожатая со стажем Елизавета Жукова. Сложные времена были в стране, но благодаря тому, что Елизавета Дмитриевна видела необходимость сбора экспонатов, которые впоследствии детям расскажут о пионерской организации, об истории Дворца, и благодаря ее усилиям сейчас в Дворце работает и успешно работает музей нашего Дворца, музей Дворца творчества детей и молодежи. Елизавета Жукова посвятила Дворцу более 50 лет жизни. Начинала работать методистом по пионерской работе. Позже возглавила методический кабинет, затем отдел. Ее авторству принадлежат городской пионерский штаб «Дружба» и лагерь пионерского актива «Рифы». Во Дворце Елизавета Дмитриевна была наставником и для педагогов. Она их объединяла, учила дружить, учила ответственно относиться ко всем делам. Ну а детям она показывала, что активным быть очень важно, и это помогает в дальнейшей жизни. Даже завершив свою трудовую деятельность, Елизавета Дмитриевна продолжает быть активным организатором и участвует в общественной жизни города. Попасть на ее 90-й день рождения сегодня смогли далеко не все бывшие коллеги и воспитанники. Во времена пандемии ветераны стараются беречь от массовых посещений и по возможности передают поздравления дистанционным способом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!